Здравствуйте! Вы смотрите Вести Кабардино-Балкария в студии Натальи Юсупова. И в нашем выпуске. Роспотребнадзор выявил нарушения с горячим питанием. Ситуацию в школах республики сегодня обсудили на заседании Кабмина. 6 миллионов на оборудование, 2 на инструментарий, челюстно-лицевая хирургия. В республике обретает свое лицо. Покормил, попоил. Единственное, что не попадаться. Птичка с характером. Как чувствует себя черный страус в краю Кавказских гор? Как сегодня организовано медобслуживание и питание в школах, об этом и не только шла речь на очередном заседании правительства КБР. Провел его премьер республики Константин Храмов. С подробностями Нуржан Кубадиева. Как сообщил в Рио руководителя управления Роспотребнадзора Ренат Бараков, ведомство выявило множество нарушений в обеспечении учащихся горячим питанием. Из 80 тысяч школьников республики его получают лишь 65%. Согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, охват горячим питанием учащихся начальных классов в 2013 году должно было составлять 93%. Необходимо отметить, что республиканской целевой программы, в рамках которой предусмотрены республиканские средства на совершенствование организации питания в настоящее время нет. Константин Храмов поручил разработать документ, который стал бы отправной точкой для исправления ситуации. Муниципалитеты тоже не должны оставаться в стороне, добавил премьер. Еще одна проблема – оказание врачебной помощи школьникам. В большинстве образовательных учреждений медкабинеты есть, но они не оборудованы, а потому не прошли процедуры лицензирования. И таких по республике две трети сообщила руководитель Минздрава Ир Машетова. Основные недостатки – это несоответствие медицинских кабинетов с санитарно-эпидемиологическим нормам, то, что сегодня озвучилось неоднократно, и отсутствие медицинского оборудования. Отсутствие медицинских работников сертификатов, отсутствие договоров на техническое обслуживание и проверку медоборудования. Недостаток финансовых средств. Председатель правительства Константин Храмов призвал всех ответственно отнестись к рассматриваемой теме и дал соответствующие поручения. Минтруда и соцразвития республики обнародовала данные. Величина прожиточного минимума в четвертом квартале прошлого года – 6573 рубля. Также на заседании поощрили победителей республиканского конкурса по санитарной очистке территории. Первое место – за Лискенским районом. Черекса на второй позиции. Майский район стал третьим. Нуржан Кубадиева, Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести. Кабардино-Балкария. 26 человек по уточненным данным пострадали накануне в результате столкновения двух пассажирских микроавтобусов и легкового автомобиля. Напомню, инцидент произошел в Урванском районе на трассе «Кавказ». Сейчас находятся в районной больнице 18 человек в РКБ. Один ребенок в детском стационаре в Нальчике. Двое уже выписаны домой. Но я видела, как мы столкнулись, но не помню, что после этого произошло. Марьяна Харадурова ехала с учебы домой в Анзаре и сидела рядом с водителем. После столкновения не смогла самостоятельно выбраться из маршрутки, так как застряли ноги. Шофер Руслан Бодраков показывает, что все хорошо, но говорить пока не может. Его автомобиль несколько раз развернула и вынесла на обочину. Когда я вышла, все говорили, что маршрутка лежала вот так, опрокинутая. С силой там все собрались, конечно, приподняли маршрутку, всех вытащили. На сегодня шестеро пострадавших находятся в отделении сочетанной травмы. Одна пациентка в урологии, пятеро в нейрохирургии и две женщины в реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Около 10 тысяч пациентов за год. Примерно столько проходит через отделение челюстно-лицевой хирургии в Нальчике. Операции здесь проводят уникальные. Приглашают врачей, ведущих федеральных клиник. Однако условия здесь пока оставляют желать лучшего. Нет необходимого оборудования, нужен ремонт. Сюжет Натальи Булат. Уже четвертое с утра, но останавливаться врачи не планируют. Хоть каждая из операций уникальна. Их график составляли специально к приезду профессора Виссарионова с отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ. Доктор с мировым именем сотрудничает не один год. Причем не только практически. Совместные исследования легли в основу научно-методической литературы. Кадровый потенциал, говорит, есть. Оборудование оставляет желать лучшего. Черепно-лицевые, допустим, черепно-челюстно-лицевые, аномалии есть, где необходимо присутствие нейрохирурга. Там эти операции выполняются в специализированных условиях. Конечно, если бы здесь были такие условия, можно было бы тоже делать. Я думаю, с не меньшим успехом. Только в прошлом году консультации врачей отделения ЧЛХ получили без малого 10 тысяч человек. Пациенты с врожденными патологиями, травмами. В основном, после дорожно-транспортных происшествий. Операции порой приходится проводить в экстренном режиме. На одной из них, прямо во время нашей съемки, отключилось электричество. Но к таким условиям врачи, видимо, уже привыкли. Тут же начали вручную качать кислород, нашли фонари. Проблему руководство больницы надеется решить в этом году. Установить генератор для резервного питания. В плане и закупка оборудования. Оборудование планируется по программе ДТП, дорожно-транспортные происшествия. 130 миллионов федеральных средств, допустим, по республиканской программе. Мы заявку подали. В том числе из них более 6 миллионов, допустим, идут по ЧЛХ. Еще 2 миллиона рублей в этом году планируют выделить на закупку инструментарий и расходных материалов. В планах и капитальный ремонт здания. По словам Владимира Виссарионова, совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии есть возможность открытия в Нальчике центра по обучению специалистов. Челюстно-лицевой, причем как из республики, так и из соседних регионов. Но реализация этой идеи требует не только наличия кадров, но и соответствующего оборудования. Наталья Булат, Азамат Табуха, Вести, Кабардино-Балкария. Другим темам. Цены на молочную продукцию в республике за прошлый год увеличились более чем на 15%, сообщает Кабардино-Балкария Стат. Однако и в 2014-м рост не остановился. По данным ведомства, на начало февраля килограмм сливочного масла подорожал на 20 рублей, сыр на 15. Незначительные изменения наблюдаются в ценах и на другие продукты. А вот литр пастеризованного молока по-прежнему в среднем обойдется в 37 рублей. Сметана повышенной жирности в 96. Ощутили ли горожане удорожание молочной продукции? Об этом наша съемочная группа решила узнать на улицах Нальчика. Творог 150, сметана, хорошая сметана, 350-400 рублей килограмм. Ну, хорошая сметана. Но это разве можно для пенсионера? Если говорить о молоке, то я покупал недавно молоко. И я не заметил. Очень жгуче, очень кусает. Очень даже. Вот мы уже не можем кушать этот творог и сметана. Нам тоже ощутимо для бюджета семьи. Ощутимо для девочек. За партой директора школ и заведующие детсадами со всей республики сегодня в Институте бизнеса. Руководителям образовательных учреждений, окончившим курсы повышения квалификации, вручали дипломы. В течение пяти месяцев почти 30 человек учились эффективно управлять педагогическим коллективом. Семинары и тренинги по философии, педагогике, психологии и деловому общению проходили три раза в неделю. Без этих знаний администратор в современных условиях работать не сможет, говорят организаторы курсов. Кроме того, сейчас наличие диплома о повышении квалификации для руководителя учебного заведения является обязательным требованием. Кто должен нести ответственность за выплату страховки по несчастным случаям, произошедшим в лифтах? Этим вопросом задались в Национальном союзе страховщиков и обратились за разъяснениями в Ростехнадзор. Причиной обеспокоенности послужили участившиеся ЧП в пассажирских подъемниках, пишет российская газета. В прошлом году в России произошло 28 таких несчастных случаев, 12 человек погибли. За компенсацией обратились только четверо экспертов и объясняют это неосведомленностью граждан. Между тем, пострадавшие в результате аварии в лифте могут рассчитывать на денежную компенсацию до 2 миллионов рублей. Однако, если подъемник не застрахован, финансовая нагрузка ложится на плечи Национального союза. А страховать подобные механизмы желают далеко не все владельцы, хотя обязаны сделать это до ввода лифта в эксплуатацию. В Кабардино-Балкарии, по информации МинЖКХ, в 2013 году несчастных случаев в лифтах не зарегистрировано. И последнее. Их называют коровами в перьях и уже перевели в разряд домашних животных. Старусиные фермы набирают в России все большую популярность. Оказывается, эти нелетающие птицы хорошо адаптируются к холодам и вовсе не так прихотливы в уходе. Для подворья Кабардино-Балкарии африканские питомцы пока в дюковинку, однако прецедент уже есть. Из Майского района репортаж нашего спецкора Сафара Гиреева. Куля, 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 ну головушку высуни сюда. Уговоры хозяйки Валентины Торбы двухметровый питомец проигнорировал и выходить из сарая наотрез отказался. Кули, как любовно называют его домашние, три года. По страусиним меркам они живут до 80 лет. Еще малыш. Однако совладать с ним уже непросто. Прошлым летом еще можно было подойти, погладить по шейке, с рук брал траву, а в этом году уже нет, боимся. Тем более еще самка погибла у него, он вообще агрессивный стал. То ли потому, что один остался, то ли непонятно. А так вот пока подростками были вот такими, стоишь, они тебе и в карманы позалазят, повытаскивают все. Вообще птица общительная. А началось все с главы семейства. Это ему пришла в голову идея разводить страуса в майском районе. Однако, прежде чем развернуть дело, Юрий Торба решил посмотреть, как будет чувствовать себя заморская птица в степной зоне республики. Птенцов на страусиной ферме в Краснодарском крае брать не стал. В очереди стоял три месяца, пока яички сказали, скажем вам, достанется или нет. Они же там сотни есть, у них хранча там целая, там их полно, экскурсии приезжает. И я вот три штуки брал. Птенцы вылупились из двух яиц. За самкой не уследили, съела что-то не то. Не хватило опыта, признается хозяева. И тем не менее считают, что содержать страусов намного проще, чем кроликов или коров. Специального оборудования и помещений не требуется. Достаточно открытого вольера из досок и проволоки. Кроме павлина еще пара лебедей, индоутки, ну и разумеется, петушки и куры, только необычные, а редких пород. В отдельных вольерах фазаны даже серебристый подвид есть. И как же без традиционных голубей. Сафар Гири и Фигар Мигулин. Вести Кабардино-Балкария. Далее Зухраб Шихачева с прогнозом погоды. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что завтра вечером вы увидите официальную церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи. А сегодня в 19.20 на телеканале «Россия» прямая трансляция фигурного катания. Командное первенство среди мужчин. Приятного просмотра. Здравствуйте. Метеовести от ФОБОС. В республику продолжит поступать более теплый воздух. Ксеноптики обещают вполне благоприятную погоду. При небольшой облачности в Зольском районе минус 3. Перемены облачности над Эльбрусом у подножия горы умеренно морозно. Днем до минус 8 градусов. В Тернаузе без осадков. Температура в пределах 5 градусов мороза. Более комфортно на территории Баксана, Чигема и Норткалы. Показатели термометров здесь непостоянны. Плюс 1, минус 2. Чуть холоднее в Прохладинском и Майском районах до минус 4. Как, впрочем, в Северском и Лискинском активному прогреву воздуха мешает северный ветер. На термометре в Кашхатау минус 3, минус 5, малооблачно. В Нальчике солнечно днем до плюс 3, а ночью вновь подморозит минус 8. Таков прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго.